Всем привет, с вами Stoker. Всех с прошедшим Новым Годом и это очередной выпуск новостей компьютерных технологий. Ну и давайте же сейчас посмотрим, что я вам подобрал за прошлый месяц. Представлен игровой ноутбук Slider GPD Win 3 с процессором Intel 11 поколения. В США разработали необычную замену медицинскому шприцу. Toyota готовит сверхкомпактный электрокар за 16 тысяч долларов. Создан браслет для управления техникой жестами. Искусственная сетчатка живыми клетками позволит восстановить зрение пожилым людям. И прежде чем продолжится ролик, хочу предложить свою группу ВК обои для смартфона HD. В ней вы найдете различные обои на разные тематики. Вы найдете обои с животными, пейзажи и даже обои 18+, и многое другое. Все это вы сможете найти в данной группе. Подписывайтесь, ссылка внизу в описании. Тайская компания GPD Win выпустила третье поколение игровых мини ноутбуков GPD Win. От двух предыдущих версиях и модели WinMax гаджет оснастили выдвижным сенсорным дисплеем диагональю 5,5 дюймов. Примечательно, что аппаратная платформа устройства зависит от цвета корпуса. Так, серебристая версия GPD Win 3 оснащается только четырехъядерным процессором Intel Core i7 1165G7 восьми потоками исполнения и максимальной тактовой частотой 4,7 ГГц. Модель в черном корпусе также доступна с чипом Intel Core i5 1135G7, способный разгоняться до 4,2 ГГц. Также все версии оснащены 16 ГБ оперативной памяти, и твердотельным NVMe накопителем объемом 1 ТБ. Новинка оснащена фирменным геймпадом, напоминает контроллеры для Nintendo Switch. При этом правый стик интегрирован в сканер отпечатка пальца для разблокировки устройства. Стоимость версии GPD Win 3 процессором Intel Core i7 составит 899 долларов, а модифицированная на базе Core i5 обойдется любителям портативного гейминга 799 долларов. Американская компания ранее Torpitex уже сообщила о создании необычной таблетки. Предполагается, что пациент будет проглатывать специальную капсулу с лекарством. Благодаря особому покрытию она минует желудок и перемещается в кишечник. После этого еще внешняя оболочка растворяется, а сама таблетка расширяется и впрыскивает стенки кишечника лекарственный препарат с помощью микроскопических шипов из сахара. Благодаря такой методике лекарство попадает в кровь напрямую, не расщепляясь желудочным соком. После проведения процедуры устройство практически полностью растворяется и выводится из организма. Вызывает ли болезненные ощущения указанный способ инъекций? Авторы исследования не сообщают. Тем не менее разработчики технологии уверены в ее большом потенциале. Японская компания Toyota сообщила о создании нового сверхкомпактного электрического автомобиля. Машина имеет приличный запас хода и предназначен для поездок по городу. А стоит она будет гораздо дешевле. Обычных электрокаров. Ориентировочная цена модели составит 15 500-16 400 тысяч долларов. Без учета субсидий. Автомобиль оснащен литий-ионовым аккумулятором. Производство токийского автопрома Prime Planet Energy Saluteons совместного предприятия Panasonic и Toyota. Он предназначен для пожилых людей и начинающих водителей. Заявленная дальность пробега на одном заряде составляет не более 100 километров. Первая партия будет направлена исключительно бизнес-клиентам и органам власти. Однако на 2022 год запланировано массовое производство. Такое транспортное средство станет идеальным в горных районах и больших городах, где сложно найти место для парковки. Инженеры Калифорнийского университета в Беркли разработали повязку, которая крепится на предплечье человека и способна обнаруживать сигналы с 64 точек на руке. Вся информация обрабатывается в реальном времени, а алгоритм на основе искусственного интеллекта фиксирует, как те или иные шаблоны соответствуют движения руки человека. После того, как алгоритм получит всю необходимую информацию, он сможет безошибочно определить 21 жест. По словам исследователей, система даже не нуждается в физическом подтверждении движения, а носителю достаточно только получить. Все дело высокоточных датчиков, отслеживающих сигнал от нервных окончаний. Новая технология тестировалась только на здоровых людях. Но исследователи не исключают возможность ее применения для людей с ограниченными возможностями или тех, кто перенес ампутацию. С помощью разработки можно простыми жестами отдавать команды самым разным приборам вокруг. Проблема макулярной дегенерации чрезвычайно актуальна. Именно оно приводит к тому, что люди с возрастом видят все размытым. В настоящее время нет ни одного эффективного метода восстановления зрения для пациентов макулярной дегенерации. Существуют экспериментальные методики, но они мало распространены и не могут считаться массовыми. Как сообщают исследователи-ученые, разработали новый тип искусственной сетчатки, состоящий из нескольких слоев человеческой клетки, скрепленные пленками фиброина, шелка и заключенных в защитный гель. По словам исследователей, эти мезинемальные столовые клетки будут помогать имплантам интегрироваться с клетками пациента. В итоге нейроны должны расти, устраняя возрастные повреждения. Зрение. Эксперименты в лабораторных условиях полностью подтвердили эффективность методики. Выяснилось, что нейроны смогли выжить в течение 7 дней и даже начали расти, создавая нейриты, соединения, передающие сигналы между клетками. На очереди испытания на животных. Это необходимый этап, прежде чем искусственная сетчатка сможет применяться в реальных операциях. Ну в общем все. Вот такие были новости за прошлый месяц. Ну а с вами был Стокер. Не забывайте подписываться, комментировать и ставить лайки. А также заходите на мой лайв канал, на Стокер Шоу, ну и группу ВКонтакте по обоям на смартфон. Ну а также, если хотите, не забывайте заходить ко мне в ТикТок. Ссылка тоже соответственно есть в описании. Ну в общем все. Всем пока. До следующего выпуска.